Акимом города Кибастуз принято решение об отмене режима ЧАЭС техногенного характера местного масштаба. Все многоквартирные дома в Кибастузе подключены к теплу, но ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Производится замена разорвавшихся батарей и труб. Наш корреспондент расскажет вам о текущей ситуации в шахтерском городке. Дом по адресу улицы Садпаева номер 8 был отключен от теплосети еще в первый день аварии на центральной трассе. С тех пор Бахыт Нуралинова была вынуждена гостить у родственников. И вот, после подключения тепла она смогла вернуться домой. Сегодня дали тепло. Пока в доме нет ни горячей, ни холодной воды, канализация тоже не работает должным образом. Зато дали тепло. Все остальное тоже скоро отремонтируют. Большое спасибо нашим ребятам. Здесь работали ребята из Караганды. Они принесли тепло в дом. Большое им спасибо. Ремонтные бригады, приехавшие на помощь Экибастузу, останутся здесь до тех пор, пока отопление не зайдет в последнюю квартиру. Рабочие полностью снабжены горячим чаем, едой, ночлегом и теплыми вещами. Хоть и не сразу, но мы пришли на помощь. Готовы мы раздаем еду с самого утра. Сейчас стало теплеть. Несмотря на то, что трудности еще остались, мы видим, что у жителей города небольшая надежда и настроение. Мы тоже рады. Монополист покроет все убытки жильцов. Заявки на возмещение ущерба принимаются в пунктах обогрева. На сегодняшний день финансовая помощь уже составила порядка 891 миллион тенге. Мы, безусловно, продолжим эту работу. В том числе, также есть в объемах работы и восстановление систем канализации, так же, как и водоснабжение. Также активно сейчас задаются вопросы жителями, что тоже можно понять. В части именно взаиморасчетов с экипостой с теплоэнергией. Понятно, что в ноябре-декабре мы сейчас хотели бы сказать, что на этот перечень домов, которые остались без тепла, они, счета за тепловую энергию, уставляться не будут в течение ноября и декабря. Свой первый рабочий день новоназначенный Акимобласти начал в Экибостузе. Он посетил реконструируемые объекты и встретился с жителями. Пока в Экибостузе сохраняется режим ЧС техногенного характера. Евгения Мягченко, Булат Аманбаев, Ерлан Умашев, Ертысакпарат из Экибостуза.